Ну, все, мы как бы начали. Окей, ну, давайте. Значит, сегодня начнем 20-й псалом, точно так же, из списка, который читает во время войны, псалом Кафт. Значит, псалом Кафт, те, кто молятся, его читают по Нусахашкина, по крайней мере, по-моему, еще в некоторых Нусахах. Его читают в день, когда есть Таханун. И понятно, почему из-за вот этих слов ответит тебе Гошем, из-за второго стиха, ответит тебе Гошем в день беды. Значит, ну, и поэтому, естественно, значит, он читает там. В Шимуш-Дхилим, я не знаю, нужно ли такие вещи говорить, но, может быть, и нужно. В Шимуш-Дхилим утверждается, что есть такая книга, где даны сыглот, зачем читать Дхилим в тех или иных обстоятельствах, какие Дхилим в каких обстоятельствах читать. Там странно и бывают некоторые рекомендации, но, например, этот псалом рекомендует читать, когда идут в суд. Да, вот именно этот. Скажу, ну, я не буду сейчас всей рекомендации, там они страны немножечко. Давайте вначале я попробую, вот не как в прошлый раз, а вот более-менее дословно прочесть то, что здесь написано с объяснением слов. Значит, есть заголовок «Ламенацех, мизмор Ладавид». Значит, как понимать вот такие обращения «Ламенацех»? «Принято считать дирижеру хора Левита». Что касается, является ли это мизмор Ладавид, составил ли этот мизмор Давид, или это составлено в честь Давида. Тут надо заметить, что предлог «Л» в такого сорта обращениях, например, мизмор Лешаба. Значит, Псалом «В честь субботы», не «Субботы», а «В честь чего». Точно так же, Лешламо, все комментаторы в «Один голос» говорят, что это не авторство, а посвящение. Значит, по этому поводу этот Псалом большинство народу считают, что он скорее в честь «Шламо». или, может быть, и написал «Шламо», но проблема вот какая, что при которой в этом Псаломе, в первой части, это явно обращение к полководцу. А по этому поводу Давид, ежели это он писал, и он, если бы он был полководцем, то про себя он это писать не может. И в этом смысле, чем хорош комментарий Раши? Он вот такие вещи просто, к сожалению, не сразу ясно, на какой вопрос он отвечает. Но в комментарии к книге Псалмов Раши пишет следующее. Этот Псалом связан с войной, когда Давид послал Юава, своего полководца, и взлетел на войну. А сам остался в Иерусалиме и молился за ним. И наши учителя сказали, что если бы Давид не молитвы Давида, то Юав не победил бы в той войне. Вот этот комментарий, он на самом деле блестящий, именно потому что он отвечает на этот вопрос. Если этот Псалом составил Давид, то тогда обращение ответит тебе в час беды, пришлет тебе помощь, вспомнит твои, то это обращение к Юаву, к полководцу. То есть это Псалом в первой части обращен к полководцу. И ясно, что Давид его обращает не к себе, а к кому-то другому, если это Псалом Давида. Либо это все-таки посвящение Давида, и тогда это обращение к нему. Ответит тебе Гошель. Смотрите, Раши просто правильно понимает, в чем проблема, видимая в этом Псалме. Довольно ясным взором. И отвечает на нее. То есть это обращение. Вот первая часть – это Псалом обращения к Арматкарю, к полководцу. Ответит тебе Хашем в день беды, в день бедствия, вознесет тебя имя Бога Яков. Вот смотрите. Бъем цара, я хочу заметить следующее. Для Писания, оборот, бъем чего-то там, бъем хошек, бъем так далее. Бъем цара и прочие вещи. В «Час беды» на русский правильно переводить это было бы в «Час беды». Это момент, просто это вот такая единица исчисления. Оборот в «Час радости», в «Час веселья» и так далее в русском означает «Момент веселья». Вот в «Танахе» это оборот бъем в день. По этому поводу, вот как «Час беды» тебе ответят. При этом, вот… Вот, я не знаю, такие вот в сторону немножечко. Есть вот известный всем мидраж, который очень часто приводит. Мидраж про то, что ответит тебе хошем в день бедствия. Вот чтение не совсем такое, какое здесь. Когда тебе будет трудно, хошем тебе ответит в твоей беде. Да, мы вот так понимаем это место. Теперь, чтобы помочь тебе в той беде, в которой ты находишься. Мидраж бьелин приводит следующий по этому поводу пример. На что это похоже? На отца и сына, которые шли по дороге, и сын устал, и сказал отцу, «Папа, когда мы дойдем до города?» Сказал ему отец, «Я дам тебе хороший признак, чтобы ты узнал. Когда ты увидишь кладбище перед собой, знай, что город поблизости». Это вот этот знаменитый мидраж, он к этому стиху в мидраж Килим приурочен. И это совсем другое понимание. Понимание, что когда уже бедствие не будет огромным и невыносимым, вот кладбище уже, тебе хошем ответит. То есть в самом большом бедстве, то есть когда в самом глубоком падении будет ответ с небес. И это то, что в мидраж Килим сказано по этому поводу. Тем не менее, пшат понятен, пшат, что когда у тебя будет беда, хошем ответит тебе на ту беду, в которую ты находишься. На самом деле, вот обратите внимание, что Килим составлен обычно с четким пониманием. Вознесет тебя имя Бога Якова. Почему Яков? Откуда взялся? И почему именно Яков? А потому что все мы знаем, когда Яков молится, в связи с тем, что он спасается от Лавана, он произносит гааналий бейом царати, ответивший не в день, в час бедствия моего. Именно Яков произносит этот текст. И ответит хошем тебе в йом цара, как он ответит, как Бог ответил твоему отцу Якову. Имя Яков здесь абсолютно не случайно. Это такая довольно четкая отсылка к истории, которая произошла с Яковом, что она должна быть абсолютно очевидной. Третий стих. «Пошлет он помощь тебе из святилища, из Сиона поддержит тебя». Микодаш, Мимикдаш, обратите внимание, что пишется довольно одинаково. «Вспомнит он все приношения твои». «Вспомнит все». Минхотеха – это приношения. И «Олотеха, жертва всесожжения». «Ядашна». Вот «Ядашна» в вашем переводе зачтет тучными вечно. Но я не… Еще раз, я уже в прошлый раз говорил, что слово «села» понимать, как «вечно» мне очень не нравится. И не только мне, я пользуюсь комментариями, в основном и Бенезре в данном случае, но есть еще довольно много людей, которые такие вещи говорят, что слово «села» в значении «вечно» – это хорошо. Вот в книге «Всидури» – да, «села» – это как «Амен», как «Леолам Ваэт». Это в книге «Всидури» – это именно так пользуются этим словом. В книге «Тхилим» – это все-таки «Мамаш», конечно же. Он, во-вторых, и «Дашена» – он не зачтет тучными, а удобрит действия твои. Вот твои подношения будут… «Дашен» – это удобрение. Вообще это буквальное значение слова. По этому поводу они удобрят почву для исполнения твоего пожелания. Значит, даст он тебе то, о чем ты мечтаешь в сердце своем. Вот даст тебе, как сердце твое хочет. Тут я хочу заметить, что мы в Танахе. В Танахе – это сердце, вот сердечки, которые посылают, сердце в местилище чувств сегодня. Там, в открыточках всюду. «I love» – мало чего-нибудь. «Нью-Йорк» – мало думаем, сердечко рисуют. Все знают, что это чувство, которое я испытываю. И сердце в символике западноевропейской – область чувств. Область чувств в Танахе – это то, что сильно ниже. Это рехан. Это область чувств. Желудок – область чувств. И область эмоций. Кишки и то, что рядышком. А сердце – это область мыслей. Поэтому то, что ты думаешь. В Танахе думают, не размышляют, а именно источник желаний – это сердце. Поэтому замыслы твои. И далее еще сильнее, вы коль отца Таха-Имале все твои замыслы исполнит. Мне больше нравится переводить, здесь приведет в исполнение. Еще раз. Молитва полководца. О чем молятся полководцы? Полководец перед битвой сидит в штабе и думает, что ежели они сделают так, я сделаю так. Как у него составляются планы на весь бой, на всю кампанию. Первая колонна марширин, вторая колонна марширин. Артиллерию сюда, потому что они тут пойдут. Далее. Вот все эти наработки. Вот ЭЦАТХА – это решение. ЭЦАА – это решение Совета. Это решение военного Совета. Здесь это военный псалом. Поэтому решение военного Совета, решение Генштаба, решение военачальника. О чем он молится? Чтобы то, что я задумал, так и пошло. Обычно так не идет. Все эти планы хороши до первого выстрела, как мы знаем. Тем не менее, вот то, что здесь сказано, вот надо понимать именно вот так. Все твои замыслы исполнят? Нет. приведет в исполнение. Они твои замыслы… Он сделает так, что они исполнятся. Вот здесь именно вот такое наклонение нужно ставить. Замечу, что все это пока вот со второго стиха по пятый это первая часть псалма. Он хорошо очень делится напополам. С шестого стиха начинается вторая часть. Признак очень простой. Обратите внимание, что со второй по пятый стих всюду ты ответит тебе, вознесет тебя, пошлет тебе помощь, тебя поддержит, вспомнит твои подношения, даст, как ты, твои желания исполнит, твои замы, твои. Со шестого стиха и дальше переход на мы. Мы отпразднуем. Вот в восьмом стихе мы прославимся, мы встанем. Вот это мы, переход мы. На самом деле это очень важная вещь, потому что переход от война, как война одного человека в первой половине, переходит в то, что произойдет с народом, который воюет. Вот этот переход в этом псалме, он важнейший. Переход к мыслям народа, который идет на войну и собирается воевать. шестой стих, шестой стих, мы обрадуемся. Вот спасением или победой проблема в том, что слово «ешуа» оно сложное для перевода, потому что я могу там привести серию примеров, где это слово следует означать победой, а может быть спасение одинаково. что лучше я не знаю. Каждый раз надо старательно думать. В некоторых случаях очевидно и легко видно по контексту, что «ешуа» это победа. Но в некоторых случаях не менее ясно, что это спасение. Вот может быть полезно понимать. Как-то не странно основа глагола «еша» «ючин айн». Та же, что и в глаголе «шин айн». «шин айн» это обратить внимание, это слушать, это видеть иногда вот значит, это вот это присмотр такой. И сейчас я покажу, почему здесь это довольно легко хорошо видно. Потому что обратите внимание, и мы и во имя вселенного нашего и во имя всесильного нашего станем под знамя. Значит, нитголь вот этот нитголь в русском языке слово знамя оно от слова знать, да, чтобы узнавание, да, в русском языке знамя и узнать, да, узнать, где кто стоит. Послушай, а не знамение слегка? Не знамение? А не все, это связанные слова просто, это все связанные группы. Значит, вот в английском знак и знамя сайт, да, и глагол сесть, и смотреть связь. То же самое в иврите. Дагал, дагал, это арамейский такой корень, просто смотреть означает. Естественно, в иврите он переходит в другом значении несколько. По этому поводу знамя это то, на что смотрят во время битвы. В дегло Алай Ахва в песне песней, да, и обычно мы переводим значит его знамя надо мной любовь, знак, скорее Герпин сказал. Так вот, мы будем смотреть на имя Хошема или Нидголь нашим знаменем будет имя Бога нашего. Мне больше нравится так переводить. Я не утверждаю, что это единственное. И имя Бога будет нашим знаменем. Вот исполнит Хошем все твои пожелания. Вот Ата-Едати теперь я знаю, что Хошем спасает помазанника своего, отвечает, что это он отвечает ему со своих святых небес могуществом спасительной десницы своей. Вот не ответит ему, отвечает ему. Здесь нужно продолженное время просто переводить. Значит, что Хошем спасает или посылает победу своему помазаннику, что он отвечает из небес святыни своей всем могуществом спасительной десницы своей. Вот именно вот так. Опять, в прошлый раз я говорил про перенос желаемого перевода в будущее время, что как бы при неприятности надо смотреть сегодня, как будто это уже прошлое, вот психологически, когда человек вспоминает свои несчастья, свои трудности вспоминает о том, как было в прошлом, у него другое отношение. Он как бы уже это пережил и относится к этому несколько легче. Он отвечает, вот теперь я считаю, что здесь нужно абсолютно продолженным временем переводить, а не ответит. Тем не менее, вот этот оттенок, он есть в иврите. Далее восьмой стих, эти колесницами, а эти конями, а мы именем Господа Бога нашего славимся, вот здесь проблемы с переводом. Сейчас я объясню, в первой части, там, где упоминаются кони, я не буду приводить, это 50, наверное, примеров, что в книге псалмов это очень ярко видно, но и у пророков почти у всех. Там, где не идет рассказ непосредственно о коннице, а они появляются в политическом образе, то всегда, без единого исключения, кони всегда есть противоставление помощи свыше или помощи духа против грубой земной силы. Вот по этому поводу здесь вот это противопоставление это абсолютнейший стандарт для книг это просто эти ломятся грубой силой, вооружением и так далее. А мы именем Бога вот теперь, что касается Маскир, то здесь Маскир это трудное место и трудное не подумайте, что это я придумал, что оно трудное. У грамматиков и если кто-то не читает книги грамматиков, то в данном случае это один из первых словарей библейского иврита Ибн Джанах. Арбейн Йона Ибн Джанах. Но его можно прочесть к этому месту у Радака. Если у кого-то нету словаря, есть Радак. Рабейна Давид Кимхи, а надо заметить, что Рабейна Давид Кимхи это основной комментатор книги Эдгерим вообще-то. Именно он. Значит, не Раша, а Радак. Значит, он, его проще читать, чем Раша, кстати, там не надо думать, над чем думает автор и на какие вопросы он отвечает, он пишет об этом прямо. Его проще, он многословный, но его читать проще. И он упоминает это. Джанаха проблема вот какая. Вот этот лагаскир, вот этот лагол регулярно упоминается в связи с жертвоприношением. И Зикарон, когда речь идет о жертвоприношениях, это регулярное воскурение. Именно там это появляется. По этому поводу он приводит пример, что слово это означает, ему будет угоден прекрасный запах, и там приводят пример. то есть как бы эти пытаются победить, а мы пытаемся победить своим ароматом перед Всевышним. Это где-то вот так понимается. Это у Радака, и это практически у всех комментаторов, которые активно занимаются именно грамматикой, грамматикой. по этому поводу есть еще одно вещь, и могу привести серию примеров такого использования. Наскир это самый простой и самый хороший пример, который слово Наскир означает воскурение молитва, как воскуривает ладан, или молитвенное напоминание. Вот это Раша в данном случае, то, что я сейчас зачитал. Вот это Наскир, молитвенное напоминание. Но есть Ширгаширин, Маскир Додеха Маянь, значит, проблема у всех переводчиков, что там делает вот этот Наскир, Наскира Додеха Маянь. Так вот, твоя любовь славнее Наскира, славнее вина. Ибн Джанах говорит, ароматнее вина. Радак считает, что это преувеличенное понимание, но вот напоминание в смысле аромат от нас как бы. мне нравится понимание славится просто потому, что оно проще, но я не утверждаю, что оно буквально. Значит, по имени Нзэу нет, мне не нравится. Хэма Кару, значит, девятый стих, Хэма Кару, эти упадут на коленях, эти падутницы, извините, это правильно, свалятся и падут, падутницы, лекро, и упадут, а мы встанем, в нит, о дэд, редкое слово в Танахе укрепиться, сегодня это слово куда более активно используется, в сегодняшнем ибрите, оно близко к анахическому значению, здесь нет проблем, а мы встанем и воспрямим укрепиться. И последний стих, Хэшэм Гошия, Хамэлах Яанэйну Бэйом Карэй. Значит, вот я читаю в точности, как по Таним, по конкордации, Хэшэм Гошия, Хэшэм поможет, Хамэлах Яанэйну, Бэйом Карэйну, царь ответит нам, когда мы позовем его. Карэйну это не мы позовем, а в день нашего крика к нему. Это вот такое. Для тех, кто не знает, есть спор комментаторов, как правильно читать этот стих. Я прочел в точности. Бог, помоги которые считают, что дело в том, что вот последние стихи, послушайте, ритм. хэмэкару винафалу ванахну камну виньетоди хэсэм хошія хамэлах яанэйну бэйом карэйну. Слом ритма. Теперь, другое читание. хэмэкару винафалу хэмэкару винафалу ванахну камну виньетэрэн хэсэм хошія хамэлах яанэйну бэйом карэйну. Правильный ритм именно такой должен быть. По этому поводу хэсэм хошія хамэлах Боже царя храні я не шучу. Именно так. Он ответит нам в день, когда мы зовем Добой. Чтение, кстати, перевод септуагин именно такой. Боже царя хранить. God save the king в старой версии King James короля Якова в старом английском переводе. Именно так. Отсюда текст английского гимна и старого императорства. он именно вот эта строка. Еще раз. По Таамим правильно хошем спаси царь ясно что Всевышний ответит в день, когда мы позовем его. Все таки вот это день нашего зова это правильный перевод, но мне кажется, я не люблю отблогольных существительных, честно говоря, просто. Это вопрос вкуса литературы. Мне больше нравится, когда мы позовем его. Значит, вот такой тот самый псалом. Ясно, что он военный. Ясно, почему его читают именно сейчас. Но я хочу заметить следующее, что и этот псалом, и 144, который мы будем читать, они все объединены некоторой идеей, вот она, пусть даже она царская, и псалом как бы царский в каком-то смысле, правда, скорее обращение к командующему, не к самому, не к верховному командующему, а командующему войсками в данный момент на поле битвы. Но при этом всюду появляется вот вторая часть, она, вот здесь вопрос, это чтение для войска, как, например, в восьмой стих, эти колесницы и на лошаде, а мы именем Хашема, Бога нашему прославимся, или эти сильны, может быть, такое подразумевание, колесницами и конями, а мы сильны именем Хашема, это чтение народа, то есть тыла, или чтение войска, и так, и так, и так, и так, и так, но вот то, что во время войны это одно и самое правильное, что как бы первая часть до пятого стиха, это обращение к командованию, причем командование, как бы оно, что им Бог в помощь командованию, а во второй части это мы, это народ, который просит за командование и надеется на победу, народ, это может быть одинаково и войско, и ты, и так, и так, можно понимать, и это очень хорошо, то, что двадцатый псалом является как бы молитвой за командование и за и благодарность народа снизу, это действительно, наверное, важнейшее свойство этого псалма и причина, почему его читают сейчас. Понятно, да? Ну что, я, либо мы сейчас перейдем дальше, либо есть вопросы какие-то. Да, пожалуйста, у меня есть вопросы. Да. Седьмой стих. Бог спас помазанника своего. Кто этот помазанник? Это царь или это военачальник? Вообще обычно помазанник у нас помазанник книги псалмов это всегда цель. У нас мы знаем других помазанников еще, например, Коэн Гадоль или Коэн Машуах Мелхама, Коэна, которые специально помазывают для три объявления войны. Специальная должность Коэна, которая помазывает для объявления войскам войны. Здесь это безусловно царь. Но опять вот эта проблема слова Хоэн мне спасает или дарует победу. Он слышит. Дело в том, что я не зря говорю, что в глаголе Яша и Хоэн он услышит и ответит вот это одновременно. Например, обратите внимание, где используют «к жертвоприношению» Каэна Лоша. Глагол этот в Пале стоит, но только без Юда. Та основа глагольная, двухмутвенная. для понимания ивритских слов надо не только знать испанскую систему, которая принята в сегодняшних учебниках трехбуквенного корня, но очень полезно пользоваться системой гаонов двухбуквенной основы. И то, что здесь двухбуквенная основа «шин айн», она кстати у Ибн Джанаха словарь, который я словал, он регулярно пользуется именно двухбуквенными основами, потому что как бы глаголы в иврите регулярно лежат гнездами вокруг двухбуквенных основ. Какой-нибудь пример «хэтрейш», «хар», «хара», «гневаться», это огонь. «хэрэра», «лепешка на огне», «хараав», «загорелся гнев», и я могу много довольно-таки примеров видеть, «харац», «царапина», «ощущение жжения», «харив», то же самое, «острый» в смысле «жжет», ну и и так далее, и так далее. Я могу привести серию примеров таких хороших гнезд глаголов. Вот глагол «еша» вот в этом глаголе склонится к «к жертве кайны лоша», или «и увидел, что лоша в локан не отреагировал на него и не встал». Вот это «ша», оно переходит в рядом лежащий глагол «еша». Отреагировать с тем, чтобы прийти на помощь для спасения или для победы. Вот там дальше вопросы разворачивания. Кяхисуа, особенно христиане, переводят всегда «спасение». Есть несколько мест, а нахер, где слово «спасение» просто нельзя перевести. Например, «амно ша ба шем». Народ, ну, не спасаемый Господом, потому что там идет речь о завоевании страны и о том, что Всевышний отдаст страну. Там народ поддерживаемый, которого Всевышний поддерживает. Вот это где-то вот так. Поэтому «хошия» мне очень нравится понимание поддерживать, потому что оно в любую сторону ложится. Но беда в том, что я не хочу идти резко против традиции перевода. Есть традиция перевода «спасение», «победа», надо что-то рядом выбирать. Поддерживать оно, вот здесь есть другое слово, поддерживать «йсад», да, в стихе, в третьем стихе, в конце, «саад», «саад» мы знаем это, например, «сеуда», от этого корня, подкрепиться, подкрепиться едой для нас это очень привычное, понимание. «бачуа», да, да, это рядом. Это молитва, между прочим, тоже, «шинвап айн» корень, молитва, да, просьба о поддержке, вот это обратить внимание, да, вот чтобы обратил внимание свыше, «шинвап айн», вот этот корень «севати», да, молитва, вот это же гнездо. Поэтому это, ну, понятно, да, оказывает поддержку, просто, ну, очень не хочется сильно выбиваться из традиции перевода. Спасибо. У меня еще по поводу этого же седьмого стиха, он уже начинается «Ныне познал я», то есть это, по-моему, первое, единственное предложение в… Это единственное предложение, да. Я подозреваю, что это ответ этого самого полководца. Полководца о том, что… он составляет Давид для Йоава, имея в виду Йоава. То есть Давид остался… Там история вот эта, что в Шмуэльбейт, когда Давид послал Йоава на войну, то там уже к старому Давиду приходят военные и говорят, это во второй книге Шмуэля, 18 глава, нам будет лучше, если ты остаешься в городе, в городе в помощь. То есть возьмешь для себя функции верховного командования, а не полевого командования, не вот в немецком, да, фельдмаршал, да, полевой маршал, а есть верховный командующий, который как бы на котором лежит управление тылом, еще и управление тылом, не командир тыла, а вот ну вот войной кампании, дипломатическая сторона военная, ну понятно, экономическая, дипломатическая и прочее, верховный главнокомандующий. Так вот, я подозреваю, что мой стих это слова Йоава в данном случае, но если мы следуем Раша в этом комментарии, полководца, полевого командира. То есть полководец говорит о том, что спасен Царь. Теперь я знаю, что Хошем помогает, отвечает на просьбы помазанника своего, вот так посылает поддержку помазанника своего. Помазанника это Давиду. Это Давиду. Верховному. Спасибо. Можно спросить? Да? У меня такой вот вопрос несколько общий. Вот меня немножко смущает вот такой вот буквальный разбор. Я понимаю, что он тоже экзокетика, это текст, так сказать. Но с другой стороны речь идет о песне, о поэтическом тексте с каким-то настроением определенным, которое очень важно. И тут собственно война. Я понимаю, что каждый находится в каком-то состоянии войны, когда у него не знаю, там какие-то проблемы есть или в суде, или там вообще, или он переживает что-то, или болезнь не про нас сказана. Вот, то есть какой-то все эти метафоры и сравнения и ритмы тексты. Я, когда их читаю, я их воспринимаю как бы как нечто цельное. То есть меня, они знали, можно усваивать. вы кругом правы. Я действительно буквально хочу чтение, потому что я рассказываю о псалме, которые читают сейчас во время войны. И буквально чтение здесь очень хорошо. Но я хочу обратить внимание на Раши, который, еще раз, этот псалом читают в, я сказал, в Тахануне по обычаю Ашкенасы, по-моему, по обычаю Ираха, по-моему, тоже и Марокко. Здесь надо смотреть Сидуры соответствующие, читают в Тахануне. По этому поводу Раши в комментариях к четвертому стиху напоминанием будут подношения твоим и жертвоприношения будут приняты с благоволением, да, Ядошина, я считаю, что будут приняты с благоволением. Раша к этому месту дает совершенно потрясающие комментарии. Это молитвы, которые вы читаете во время войны. То есть вместо жертвоприношений вот эти вспомнят подношения твои, это молитвы. И именно вот этот переход, почему это помещают в Тахану, будничный, не военный, он как бы ну по Римсфотейну это самое заменит, наши уста заменят жертвенных быков, да, это мысль Раши, которая здесь. И по этому поводу в каждодневной молитве это будет именно так. В каждодневной молитве понятно, что вы читаете это не как военный псалом, а как псалом тшувы, можно сказать. Таханун это ведь не просьба, это не тшува, таханун это мольба. Мольба, да. Ну да, мольба, даже когда книги нет, он читается. Абсолютно, естественно, он читается всегда, когда есть Таханун. Ну хорошо. Может быть, есть художественный какой-то, то есть, когда поэт переводит, это не только... Есть и много количества переводов рифмом, есть даже на иврите перевод с рифмами. Беда в том, что там, где приходится рифмовать, приходится сильно уходить от смысла. Не с рифмами, может быть, без рифмом, допустим, Аберинцева есть не знаю. А без рифм вам эту поэзию, к сожалению, я петь не умею, потому что я бы с удовольствием попробовал вам прочесть, как положено это по... Давайте следующий псалом я вам поставлю, как его поют, там очень известный мотив, просто следующий. Но вот здесь чтение должно быть приблизительно такое. Субтитры 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 это канцеляция Эмет, а не другие. Ну, спасибо. Их надо учить отдельно, и там иначе не получится. Скажем, Этнак в седьмом стихе, вот это я Котшо, да, Мишмэй Котшо, Этнак это разбиение второй части, первая часть кончается на слове Мишихо, потому что там улавы Йорэд. где можно выучить канцеляции Эмет, есть несколько уроков в интернете, в интернете есть несколько уроков, таблица канцеляции есть, у меня есть некоторый курс в университете Бар-Элан, которым я пользуюсь, но он не был, так и не был издан в виде отдельной книжки, он был издан как внутреннее для курса брошюра, то есть он существует, но для этого вам надо прийти в университет Бар-Элан в библиотеку и там смотреть. Есть очень неплохая краткая статья в первом томе комментария книги Амоса Хахама, он приводит систему канцеляции Эмет, там прямо в предисловии, излагает ее довольно толково, и ну есть книжки 19 века, несколько книжек по канцеляциям Эмет, их можно найти на сайте, ну там, где все еврейские книжки в таких количествах лежали, название я так вот сходу не вспомню, но вот и есть несколько уроков на Ютьюбе, можете найти, наберите в поисковике там Эмет, Эмет как истина. Ну, понятно, спасибо. Спасибо. Окей, мы переходим куда? 144. 144. секунду. А, 144. Смеха, смеха, смеха. Это Кит 144, это из Кита, там есть такая, и следующая. Окей. Значит, Псалом этот для тех, кто много молится, много это много. Это все рекомендации, скажем, по Сидуру Бейт Яков исполняет. Бейт Яков это Сидур ради Якова Эмдина. Вот такой, а, меня не видно, я не могу показать, я бы вам показал, если бы меня было видно. Толстенный, толстенный Сидур, где приведено вот все, что можно прочесть, там все собрано. Кто-то рекомендует, они приводят. Этот Псалом читают в Маце и Шаба по этому Нусаху. Значит, понятно, почему, потому что защитный защитный довольно сильно и в конце обещает благополучие. Как мы помним, в Маце и Шаба читают псалмы защиты, в том числе, например, Шир Пагаим, псалом защиты от нечисти, ну и так далее, и тому подобные вещи, поэтому он там на месте. Значит, поэтому его появление там, оно естественное, но опять читают не все как бы в синагогах его вот я не могу вспомнить, читаю ли в Хасидской синагоге в Москве его. Вот просто не помню во время молитвы вечерней. В Маце и Шаба просто не могу вспомнить. Значит, или как все читали две вещи. Извините, это как-то связано от перехода к Шабату к будням? Переход от Шабата к будням, да, на исходе суббота читают защитные псалмы, ничего удивительного в этом нету, но 91-й псалом это и есть Шерпагаи, но его читают для защиты от нечистостей, такое автоматическое чтение вместе с Вегино из предыдущего псалма. Ну, да. Опять, Шимушетхилим это странная вещь, там в интернет-издании почему-то он пропущен, но он есть в других изданиях. В интернет-изданиях еще раз, то, что я беру, это издание, оно бумажное, просто с него пленка снята, и ее можно в виде PDF-файла посмотреть. Там почему-то он пропущен, это пропущено издателем, потому что он в других местах есть, что его надо читать, когда идут на войну, при этом там есть некоторые Шимушетхилим, тут надо понимать, что в этой книге еще приведено всегда некоторые такие действия, как бы Сагулиин, то, что называется, там нет дополнительных текстов, вождаются и они будущие всегда останавливаются. Извини, пожалуйста, Натан, я могу поставить это самое, чтобы звук был слышен, поставить просто мне хочется так. Давай тогда я это закрываю. Дворчик нам не нужен. Сейчас, секундочку, я сделаю. Сейчас пальчику я не то открываю. Ты тоже можешь демонстрироваться. нет, нет, не этот. Не этот. Сейчас. А куда он попал у меня? Сейчас я... Ах, я сообразил, что... Откуда он возьмется у меня? У меня вот здесь лежит просто. Нет. лежит так. Как я его запущу? Внизу у тебя зеленая демонстрация экрана, правильно? Утверждается, что вот эта вот мелодия... Все нормально. Да. Утверждается, что вот эта мелодия, которая не играет, а не эта мелодия левицкого хора, что она с тех времен идет. Я сразу скажу, я не очень доверяю сохранности мелодий, кроме мелодии Кольни Дерей, которая признана всеми безумно древней. И она может быть действительно со времен храма. Кроме вот этой мелодии, я как-то остальным мелодиям не очень доверяю их древности, но тем не менее, вот восточные люди, все восточные общины на подобную мелодию поют этот псалом. И, скажем, любой мальчик из хорошего магрибского дома, то есть в Северной Африке, вам это споет именно на подобную мелодию, в зависимости от того, где он учился ее петь, но мелодия будет вот эта. То есть это самая распространенная мелодия. В том варианте, который я дал, там есть музыкальное сопровождение, я ее слушал без музыкального сопровождения, когда огромная толпа это поет. правильно, так как хор это слышно. Да. Значит, вот это по поводу мелодической части. Значит, теперь давайте попробуем опять. Значит, еще раз, это вот здесь, я не знаю, вот сейчас историю рассказывать или потом рассказать историю с этим псаломом. Значит, это история, значит, вот следующий псалом 145, который все знают практически наизусть, его три раза в день читают. 145 это тот единственный псалом, который назван псалом Дхила. Дхилим, книга называется Дхилим, так вот заголовки слова Дхила это единственный псалом, который он так обозначил. 145. Дхилал и Давид это последний псалом Давида в книге Дхилим. А вот этот наш псалом это предпоследний как бы. Не нужно глубокого анализа, чтобы понимать, что этот псалом сделан из псалма 18-го. А псалом 18-й это молитва Давида, которую он сочинил, когда Господь спас его от всех врагов и от Шауля. И так она заглавлена в книге Шмуэля. То есть это да, это 18-й такой псалом. Он длинный, он на 50 стихов по-моему где-то. легко доказать, что псалом 144-й является в некоторых элементах просто кратким сокращением того длинного псалма 18-го. А 18-й, я повторяю, практически дословно излагает псалом, который в книге Шмуэля. это псалом Давида. Но есть некоторая разница между псалмом этим и теми. И еще большой вопрос, когда этот псалом 144-й был составлен. Зависимость здесь очевидна, причем зависимость именно от 18-го к 144-й. Я могу показать штук 5 одинаковых оборотов, но там похожая вещь есть. Очень похожая. Тем не менее, 18-й псалом не читают во время войны, а читают именно вот этот, по причине того, что этот куда более универсальный и говорит несколько о другом. Он тоже военный, как и тот, но тут война с внешним врагом. Это чуть-чуть другое. Итак, давайте попробуем его почитать и посмотрим, что у нас выйдет. Опять я попытаюсь его читать более-менее, ну, как положено более-менее внимательно. Значит, Давида или Давида, ну, Давида, скорее всего, бару гашем цури гамаламе едзели крав этзбуатай лэмел хама. Бару гашем цур это аплот твердыни, я бы, я лучше твердыня, конечно же, потому что цур это скала. твердыня моя, научивший руки мою воевать, пальцы мои, ну, давайте, сражаться и воевать. У меня такая-то обучающая руки ведения боя, пальцы мои воевания, руки мои сражаться, пальцы мои воевать. Окей? Здесь нет проблем. Сразу скажем, что в восемнадцатом он обучает руки мои боя, чтобы мышцы мои могли натягивать лук. Вот обнаружив мышцы мои натягивать лук, становится понятен комментарий Мальбема к этому месту, который говорит, что руки воевать это ближний бой, а пальцы это дальний бой, то есть стрелять из лука. Понятно, откуда он это берет. Он берет это из параллели в восемнадцатом псауле. Значит, ну, здесь мои шутки обычно плохо понятны, потому что наверное они понятны только мне, но мысль очевидная, руки войне это воевать, а пальцы руки для боя это воевать, а пальцы для войны это всевозможные люди, которые в интернете пальчиками по клавиатуре бацают и всякие зажигательные и пропагандистские вещи пишут, да, пальцы мои воевать это да, это благодарность того, кто умеет писать такого рода вещи, это тоже некоторое умение, но может быть шутка, а может быть и не совсем шутка, то есть шутка, в которой есть доля не шутки. значит но вполне современно значит и кстати в комментарии в альбе мы хорошо ложиться это воевать издалека, да, значит 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 он милость и оплот мой убежище и спасение щит за которым я укрываюсь значит вот последний оборот Харудет Ами Тахтай он да, дословно он положил мой народ к ногам Маину приблизительно так Раши к этому месту и все комментаторы к этому месту а современные комментарии тем более пишут что непонятно какое чтение потому что Раши утверждает что существует версия она не отмечена в моих списках разночтения по хорошим рукописям но тем менее Раши утверждает что такая версия есть что Харудет Амин Тахтай то есть Ами надо понимать как укороченную форму народа подо мной Рудет это редкое слово в писании и Рудет Раши в этом месте да и все комментаторы это раскатывать в тонкий слой делать фольгу из куска металла например по этому поводу раскатавшие народы к моим ногам вот так подо мной аргумент Радака и Дунезеры например что имеется ввиду народы они приводят аналогию в Эйхе есть такое же использование Ами в значении Амим народы я не знаю мне не нравится слово Рудет в применении к моим народам понимания тем не менее если так как версия которая прописана в нашей книге хоть все упоминают что существует версия Амим Тахтав кстати еще там три варианта есть тем не менее так как во всех хороших рукописях и в Кеттере и в ленинградской рукописи именно так как у нас написано и в венецианском хорошем издании то есть я могу вам сейчас перечислять все основные источники версий но версия Амим не существует в Масоре Никдола Никтона ну и так далее поэтому перевод надо говорить меня но я все-таки считаю что пшат скорее народы далее идет неожиданная совершенно вставка Хачем Ма Адам вэтэдэээго бэн и нос вэтэхшэээго кто таков человек что ты что ты знаешь его или помнишь о нем еще лучше чтоб ты вот думал о нем это неудачно потому что считаться с ним глагол стоит в пели а не в пали думать если бы там было было написано паль тахшав тэх тэхаш сейчас я пытаюсь сообразить как тэхшав не могу сообразить как быстро так сказать в общем вэтэхшээгололэйцдака какой-нибудь пример простой вэтэхшэфлолэйцдака или клала ахашвэло ахашэфло зачтено будет вот чтобы ты считался с ним здесь однозначно пшат это не думал о нем а пшат чтобы ты считался с ним вот это пшат в данном случае именно такой и далее и далее вторая на ту же тему адам лэгэбэль дума дама ямавка цель овер человек как дуновение дни его как мимолетные тень слово хэбэль который человек похож на хэбэль его переводить хорошо ни у кого не получилось поверьте человек который искал хороший перевод у всех кого видел это главное слово книги Когелет которая на русский традиционно в старых переводах переводится суета не в письменном виде эфемерность конечно хорошее слово хэбэль хэбэль вообще это даже это пар который исходит изо рта при дыхании это вот такой вещь невидимая ну ежели мы не находимся на сильном морозе вещь невидимая для глаз и человек похож пару исходящему воздуху который выходит из изо рта во время речи собственно душа вот здесь мысль и вдохнув его уста душу живую вот то что вдохнул это хэбэль правда это хэбэль всевышнего но вот это вот очень тонкая очень тонкий материализованный парт его дни пробегаю как тень медраж в сенгидрим по-моему но он в раше есть не как тень стены не как тень пальмы а как тень птицы дело в том что цель значит ну вот все мы представляем как тень от дерева потихоньку уходит и прекращается когда ночь наступает но это медленно а раша говорит как тень птицы раша с лед медражем естественно как тень птицы летящие над землей да значит следующий стих значит то есть человек он быстро исчезает причем исчезает без следа вот этого цель хашем наклони небеса и спустись прикостись к горам и они задымятся покроются дымом да наверное литературу это образ он опять из 18 псалма но идея совершенно великолепная она очень зрительная что как бы всевышний наклоняет небеса исходит по полученному пандусу на землю да спускается прикасается к горам и они начинают дымиться давайте вот для того чтобы понятно какой образ я опять прибегу к помощи 18 псалма наклонил он небеса и сошел туман под ногами его воссел он на херувим и полетел вознесся на крыльях ветра тьму сделал покровом себе шатром окружающим мрак вот и тучи из сияния перед ним сквозь тучи выпали град и углегорящие возгремел на небесах господь раздался глаз всевышнего град и углегорящие послал он стрелы свои и рассеял их молнии бросил и привел их врагов в смятение вот здесь вот просто маленький кусок ссылку который шестой и седьмой ограничились двумя стихами значит хашем наклони небеса и спустись прикоснись к горам и они покроются дымом брось молнию брок барак в это офицем и рассеих пошли стрелы своим и уничтожить вот это просто кратко изложено то что длинно было говорилось в 18 псалме значит седьмой стих протяни руку шлах едыха мимо ром протяни руку свою с высот выручи спаси от потопа от иноземцев замечу слово потоп здесь правильный потому что скажем литературно для тех кто знает трилогию Сенкевича то она называется потоп вообще-то потоп это нашествие иноземцев на родную страну она вот отсюда взят этот образ Сенкевичем поэтому слово потоп здесь оно ну имеет какой-то якорь в литературе нашего времени но это взято отсюда значит вот и нашествие врага который воспринимается как потоп восьмой стих ошерпи что такое цене чуть непонятно по цене это падение что это я не буду это тоже что падение спаси меня да причем насколько сознательно в предыдущем стихе брось молнию потопицем на первый взгляд тот же корень но это разные корни на самом деле они только выглядят одинаково есть несколько таких корней где есть два разных корня но они абсолютно одинаково пишутся ну например арум и эром арум это хитрый эром это голый это разные корни даже еда в смысле знать еда в смысле спать переспать это разные корни они только кажутся одинаковыми причем есть доказательства по этому поводу вы все знаете слово маца им яци а яци а постельное белье ложи в в танахи у в кухэла гамба мадаэха мэлах лотакалэль так же в спальне мадаэха немацаэха для нас было прилич это одно и то же слово они только похожие так вот в данном случае паца это как пада оно только выглядит одинаково выкупи выкупи меня спаси значит значит гэцэлээні мимаем рабим яд бнэйны хар спаси от многих врагов от инородцев ашэр пігээм дибэр шав виминам виминам ямин шэкэр уста которых говорят на праслину наверное так надо переводить или на устах их ложь вздор в десницах а десницах их десницах обман ну слово десниця нуждается в комментариях русском языке и хочу заметить что этот образ надо раскрывать чтобы понимать этот образ на устах их ложь а десница поднимается в ложной клятве вот вы меня извините но правильный перевод именно такой вот поднять правую руку это поклясться когда говорится правая рука обмана имеется ввиду и клятвы их ложку это вот это правильное понимание причем единственное понимание по пшату которое возможно они врут и клянутся ложью при этом вы учтите что слово шав и шекер оно настолько синонимы что в асердеброд в одном месте шекер в другом месте шав здесь нет никаких прав это 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 слова очень близкие синонимы мы привыкли к языку мешны где шав и шекер сильно разводятся шав это напрасненно это напрасные высказы не имеющие значения а шекер это ложь в данном случае это синонимы только одно на устах так вот то что говорят это пустя а вот когда это переходит в действие появление слова в деснице это переход в действие когда переход в действие то это уже серьезно это уже становится шекер такой враньем материально извини меня пожалуйста Натан да я что-то с временем запутался сколько времени мы идем к концу мы занимаемся полтора часа ну тогда прошло полтора часа я просто не успеваю может быть отложим потому что там нет проблем хорошо а ну хорошо как раз как раз это разрыв в рассказе отсюда начинается новая тема то ради чего все это и пишется окей ради чего этот псалом есть как раз здесь смысловой разрыв просто ну замечательно окей хорошо тогда мы на этом заканчиваем правильно народ если есть вопросы правильно написать их в телеграме я передам мейеру а он сейчас вопросы короткие заберите вопросы на следующий раз давайте тоже хорошее дело все окей ну хорошо псоротто вот спасибо без перевода спасибо спасибо вот и что всем счастливо хорошее